Приветствую вас, друзья! В эфире программа «Золотая рыбка». Меня зовут Евгений Додлиев. Мой сегодняшний гость – артист, лицо которого известно всей стране. Но вот что любопытно. Мои коллеги в основном с ним беседуют не как с исполнителем, актером, режиссером, а как с человеком трудной судьбы, как с отцом-одиночкой, который воспитывал сына. Но нам-то интереснее про кино, мы же «Золотая рыбка». Валерий Баринов у нас в гостях. Приветствую вас. Добрый вечер. Я начну прямо с этого артефакта, который вы по просьбе наших продюсеров нам принесли. Клуб военачальников Российской Федерации. Да. Кто это такое? Что за клуб? Я член этого клуба. Так, я догадался, да? Нет, тут догадаться сложно, понимаете. Я сам стал совершенно неожиданно. Было десятилетие клуба, и я был приглашен как бы поприветствовать на юбилей клуба. Я должен был выступить, почитать, спеть. У меня есть такая военная программа, называется «Ах, война, что ты сделала подло». И вот фрагмент из этой программы я решил прочесть. В этот клуб входят бывшие военные в основном. Президент этого клуба, генерал армии Куликов, Анатолий Сергеевич. В Совет Старейшин ходят маршалы, которые остались. Но уже Язов, вот тогда был Язов еще жив, он входил в Совет Старейшин. Я пришел на колонный зал Дома Союзов. Я пришел, надел красивый костюм. Но так строго, не с бабочкой, а галстук. Все это военные все-таки. В зале сидят одни генералы армии, генерал-полковники. Очень мало генерал-лейтенантов. В основном вот такая компания. И передо мной принимают в члены клуба никого-нибудь, а Леонова. Алексей Леонов, наш космонавт. Алексей Архипович. Вот. Его принимают в зал, встает, аплодирует этот мужественный, конечно, совершенно потрясающий человек. Он говорит, что он очень благодарен, что это великая честь для него. И Куликов говорит, Алексей Архипович, а вы у нас, по сути дела, единственный человек такой. Вы уникальный член нашего клуба. Он говорит, почему? А вы у нас, говорит, единственный генерал-майор. У нас ниже генерал-лейтенанта нет. Но есть, говорит, и то их мало. А так, в основном, генерал армии, генерал-полковники, там, значит, все это такое. Вот. А вы теперь у нас будете генерал-майор. Его приняли. Все. Я стоял тоже за кулисами, аплодировал, потому что очень симпатизирую этому человеку. Я выступил и пошел. И вдруг Куликов говорит, Александр, вернитесь, пожалуйста. Они хлопают все еще. Я думаю, наверное, еще что-нибудь. Что, говорю, еще что-то почитать? Так, я спрашиваю тихонько. А тут сидят все эти маршалы, все это. Совет старейшин. Он говорит, нет. Вот по решению Совета старейшин мы решили вам за исполнение роли маршала Жукова. В сериале Фурцева вручить вот этот вот наш знак и принять в члены клуба. Я опешил. Она говорит, вы тоже у нас личность будете уникальной. Вы единственный гражданский человек, который... Ну, я столько переиграл военных. И генералов Гру, и чекистов, и армейских граждан. Да, и чекистов, кого только я был. Очень многим было и генералов, и, в общем, и Наполеона сыграл. Тоже человек был военный. Вот. И я как-то так настолько растерялся и обрадовался. Это был для меня неожиданный совершенно момент, неожиданный подарок. Я стоял, значит, там потом банкет начинался, я стоял с корреспондентом. У меня брали интервью, я сказал, что это для меня очень дорого. Вы даже не представляете, как. Я сам служил, служил по-настоящему. Я 15 лет отработал почти 15 в театре армии. Поэтому для меня это... Выезжал в группу войск и в разные, в общем, места, куда не все выезжали. Вот. И в это время кто-то меня бьет по плечу, я поворачиваюсь, стоит Алексей Архипович Леонов. И говорит, я не знал, что ты поешь. Я говорю, зато я знал, что ты рисуешь. Как-то мы друг другу понравились сразу. Я там фотографии потом покажу, мы наше стоять. Ну, и мы так постояли и пошли на банкет. Мы должны были пройти к президентскому, как говорится, банкету. Ну, к банкетному столу, там, где сидели, значит, старейшины все. Куликов был Анатолий Сергеевич. А вокруг столы, и там сидят все генералы эти, все генерал-полковники. И каждый говорит, товарищ космонавт, товарищ маршал. Ко мне обращались как к маршалу. Ну как, вот мы ветераны. И мы около каждого стола останавливались. Но, естественно, не просто так. И когда мы подходили к столу президиуму, столу, где сидело руководство, на нас посмотрел Анатолий Сергеевич Куликов. Мы уже так немножко держали друг друга, потому что за каждым столом надо было, в общем, остановиться и поприветствовать друг друга. Он посмотрел на нас и сказал, да, я это должен был предвидеть. Вот. Но ничего, мы, в общем, ребята оказались крепкие. И вечер прошел потом. Замечательно. Уже встречался с ним на вечере памяти Жонова. И несколько раз еще успели пересечься с ним. Он человек, конечно, уникальный. Удивительная от него исходила доброжелательность и какое-то вот... Ну, то, что он человек мужественный. Это мы все знаем. И все эти его выходы в космос, и все это на грани жизни и смерти. Но от него исходил такой покой. Такая какая-то уверенность. С ним было сразу хорошо. Сразу хорошо. Поэтому я этим очень дорожу. Для меня этот предмет очень дорог. Вы же помимо генералов и маршалов играли еще и вождей страны. Вы же играли в Крущеву не так давно, в 17-м году. Да, сыграл. Сподобился. Сподобился. Причем я, честно вам скажу, я не очень хотел это играть. Там ведь как? Там был другой режиссер. И, в общем, так сказать... Я прочел сценарий. Я говорю, ребят, ну какой я Крущев? Я не похож на Крущева. Я прочел сценарий, и мне роль-то очень понравилась. Потому что фигура-то неоднозначная, очень любопытная. Фигура много сделавшая и много наворотившая. До сих пор мы это все расхлебываем. Но это был человек страсти. Понимаете? Вот момент темперамента. А мы с ним, ну можно сказать, почти земляки. Он родился в Курской области. А вы в Орле. А я в Орловской области. Так что, в общем, там все было понятно. Я сказал, только пробы. Вот сделаем пробы, и если я пойму, что я это могу. Мне сделали пробы. Все нахваливали. Я долго придирчиво смотрел. Я говорю, ладно, я согласен. В общем-то, вы понимаете, я прихожу к такому выводу. Особенно в театре. В кино-то понятно. А в театре... Вот я играл Наполеона. Я выше его. Я старше Наполеона. Но вот буквально через 10-15 секунд публика говорит себе, вот это наш Наполеон на ближайшие 2,5 часа. И они начинают верить. И очень многие писали потом, что а как похож, а как все это, все. Но это эффект взаимного творчества зрителей и актеров. В театре это легче, потому что ты чувствуешь зрителя, ты понимаешь, что ему надо. В кино сложнее. Но должен вам сказать, что я получил, конечно, удовольствие от этой роли. Там можно говорить о фильме, о трактовке судьбы Стрельцова. Но что угодно можно. Но я получал удовольствие от работы и от того, что я с этой личностью вот так столкнулся. А что вы имеете в виду по насчет трактовки судьбы Стрельцова? Вы считаете, что там не совсем точно переданы... Вы знаете, по-разному воспринимают. По-разному рассказывают, по-разному говорят. То, что там показали, мне нравится такой ход. Да, там все это было. Но были какие-то еще моменты. Понимаете, есть вещи, которые... Ну, те люди, которые мне рассказывали об этом, они просили не говорить. Но они уверяли, что... Просили не называть их имен или не говорить о сути. Да, не называть имен, не называть, что там было. Но что-то там было, чего-то там не было. Понимаете? Я ведь общаюсь довольно плотно в футбольном мире. Я был знаком с Валентином Кузьмичем Ивановым, близким его другом, который его вытаскивал и до, и после. Они ровесники, они вместе начинали, вместе опаздывали на сборную, когда их там подсаживали в поезд. Я очень хорошо знаком с Лидией Гавриловной Ивановой, водовой. Ну, тоже двукратная олимпийская чемпионка в гимнастике. Она всю эту историю знает. Поэтому там кто-то согласен, что это так, кто-то не согласен. Судьба этого человека непростая. Но то, что этот талант был упущен и загублен, даже когда он вышел из тюрьмы, вот он вышел из тюрьмы, стал играть. Я первый раз, когда увидел его живьем на поле... Это было уже после его отсидки? Да, это уже было после его отсидки. Конечно, до отсидки я его не мог видеть. Ну, конечно, да. Вот. А тут я пришел, я помню, была у них игра с Интером. Они там проиграли, ну, там такой, в общем, тоже момент сложный, мяч в штангу. А тут они сыграли в ничью. Но когда я первый раз увидел его просто в чемпионате, и когда он отдавал пас пяткой, мне сначала показалось, что это случайно мяч попал в пятку. Не может так человек, в общем-то сказать. Он же не очень много бегал, но он уже был не совсем здоровый человек. И он очень готовился к чемпионату в Англии. Он очень хотел сыграть в 66-м году в Англии. И хотели его, и тренеры хотели, и ребята все понимали, что он бы был и лидером, и цементировал игру. А у нас тогда была неплохая сборная. Неплохая. Это единственный раз, когда нам дали медали. Там были золотые, потом какие-то позолоченные, серебряные, бронзовые. Мы получили бронзовые медали. И будь там стрельцов, это был бы другой результат. Во всяком случае, наверное, Португалию мы бы прошли. Так что там это было... Вообще чемпионат был замечательный. Я думаю, вот в Баку есть стадион Тофика Бахрамова. Человек, судья, который сказал, что гол был. Понимаете, гола не было. Теперь-то мы можем по технике посмотреть. Вот человек совершил ошибку для всей Англии. Нужную. И такая слава. И стадион в Баку назван стадионом Тофика Бахрамова. Я вспомнил, кстати, вы же играли легендарного тренера Тарасова. А, Тарасова, да, играл в фильме «Фетисов». Да, играл в фильме «Фетисов». Вы понимаете, ну там немножечко... Я бы по-другому описывал Тарасова. Я ведь помню очень хорошо его. Каким образом? Ну да, я ходил на хоккей, смотрел, я его видел. Я был знаком с Рагулиным. Да. С Александром Павловичем мы были даже один раз участвовали в какой-то лотерее. Сидели. Меня поразил он своими познаниями. Я честно думал, что как-то так. Мы были втроем. Боря Клюев, Царствие Небесное, вот, Александр Павлович и я. И задавались вопросом и по спорту, и рядом со спортом, и какие-то такие... И он так лихо отвечал на все. Я просто был поражен. А когда работал в Театре армии, они приходили к нам с Лученко и приходили на спектакль. И после спектакля мы остались, и такая была замечательная беседа. Ну, удивительно. Тогда ведь хоккей был, ну, как бы вам сказать, религией. Тогда хоккей... Все понимали, что такое хоккей. Что такое, ну... Вы видели «Легенду номер 17» в фильме? Да, видел. Что скажете? Ну, это легенда номер 17. Это легенда. Вы знаете, судьба этого человека... Ну, это, ну, тут... Я сам снимаюсь в кино. Как говорят хоккеисты. Это кино. Потому что там все не так было... Все не так просто. Мне понравилась работа Олега Евгеньевича. Менщикова Олега. Мне понравилась работа. Но это не Тарасов. Хотя вот Татьяна Анатольевна, она считает, что вот он здоров. Что он сыграл. Она говорит, ну, он лучше, чем ты сыграл. Я говорю, дело не в том, что лучше я сыграл или нет. Конечно, у него там другой материал был. Они очень хорошо это сделали. Такой ход. Но Тарасов это был... Это была смесь... Ну, как вам сказать... Понимания, интеллекта и невероятного темперамента. НЕВЕРОЯТНОГО. Поэтому... А это все так, в общем, там... Все неплохо. Все красиво. И я рад, что хотя бы так рассказывают о спорте. Так же, как движение вверх. Картина, которую захватила у нас. Там ее называют гениальной. Ну, поскольку... Я очень хорошо помню Белову Сашу, понимаете. И знаю его судьбу. Она не такая, как там, замечательная. Его ведь после этого и лишали звания. И все там было. Все было. Поэтому мне, например, трудно. Когда наши хоккеисты, когда их спрашивают, вам понравился фильм? Рядом сидит президент, рядом сидят люди. Ну, а как они скажут? Нет, не понравился. Президент понравился, а им не понравился. Да, хорошая картина. Это... Замечательно, как говорил один мой товарищ. Как жизнь? Говорит, шайбу вижу, уже не бегу. Жду, когда дадут пасы. На что мне один из знаменитых хоккеистов сказал. Говорит, да, это хорошая штука. Но, знаешь, бывает еще хуже. Я говорю, то есть... Говорит, это когда... Сказал Женя Майору, Царство Небесное. Он сказал, говорит, шайбу не видишь. А все равно бежишь, бежишь. Куда-нибудь понятно. Вот. Поэтому... Нет, я к этим фильмам отношусь спокойно. Не так, как к фильмам о войне. Так. Вот фильм о войне современной. О войне, о космосе. О том же. О космосе... Тут ничего не могу сказать. Я не знаю этого. Вы знаете... Я родился в 45-м году. Я вышел на сцену в 52-м. У меня было... Седьмой год шел. Шесть лет. Я вышел на смотре самодеятельности. В зале сидели люди еще в шинелях, в гимнастерках с войны. Кто без ноги, кто без руки, кто просто так. Когда я читал стихи о мире Исаковскому, они плакали. Я видел их. Я помню эти тяготы жизни после войны в маленьком городе... Окраина маленького города Орла. Как люди выбивались, как они проходили. Вот это вот время... Его очень трудно передать. Его очень трудно схватить. Я все думаю, какой фильм о войне меня... Ну, как бы сказать... Хотя и сам снимался про войну. Диверсант 42. Там что-то еще военное. Пожалуй, Брестская крепость. Вот фильм, которым передан дух войны. Актеры, которые проникли с этим временем. Мы были и тот же Морозов, и тот же Андрей. Господи, боже мой. Вылетел, сейчас вспомню. Вот. И замечательный совершенно Александр Коршунов. Сашка очень чувствует это время. Вот я просто когда смотрел, он замечательный артист. И вот он время, войну очень чувствует. Вообще, так сказать, для меня... Ну, как? Я придираюсь к мелочам. Допустим, вот вы меня спросили про легенду 17. Я знаю, как было. Или, допустим, движение вверх. Я знаю, как было. Я знаю. И было не так эффектно. Но было проще и сложнее. Я помню этот момент, когда забивался этот мяч с передачей Дэшка. Что это такое? Когда два человека выпрыгнули. Тогда ведь как? Тогда показывали не сразу, а в записи там не попадало. Но была программа у нас, назывался «Учебный канал». Почему-то показывали без записи сразу, напрямую. Но без комментариев. И там очень много было интересного. Вот. И я помню голос Ереминой, когда она кричала, срывалась. «Кол! Олимпиаду! Мы выиграли Олимпиаду!» То есть она потеряла голос. Это был момент, конечно, один из самых эффектных в спорте. Пожалуй, не помню другого такого, чтобы вот так вот захватило. Потом то, что Саша, то, что он был болен, то, что все это знали. Ну, в общем, это все не так просто. Вы неоднократно высказывали, что вам не нравится романтизация советского периода, потому что там было очень много вранья. И об этом не рассказывают сейчас. Но надо ли фильмы снимать про то время? Те фильмы, которые называются, ну, патриотическим, условно говоря. Ой, боже мой. Вы знаете, у меня все время тема патриотизма, патриотизм. Это знаменитая фраза Саймон, по-моему, английский сказал, что патриотизм – последнее убежище подлеца. Или высказывание Толстого о патриотизме. Что такое любить Родину? Это знать о ней все и все равно ее любить. Я тут недавно попал на дискуссию. Говорили об артистах, о художниках. Часто вижу по телевизору, когда говорят, как это они могут вообще высказывать свое мнение. Они работают на государство. Или ты работаешь на государство, или ты не работаешь на государство. Или ты, так сказать, там, я не разделяю мнение тех моих товарищей, которые, там, вот, Крым наш или не наш, там, допустим. Я считаю, что Крым наш – это восстановление исторической несправедливости. Все, в Киев вы не поедете теперь. Я был уже два раза в Киеве, и после того, как это высказывалось, может, не заметили. Вот. Дело не в этом, понимаете? Но художник, творческий человек, он все равно должен быть в оппозиции. Не только в оппозиции к власти, вообще в оппозиции к жизни. Искусство начинается со слова «нет». И никогда не начинается со слова «да». А власть, если это умная власть, она должна эту оппозиционность холить или леять. Потому что художник, как говорил Ван Гог, что такое искусство? Это действительность, пропущенная через темперамент художника. Художник рассказывает о том, что у него болит. А он Богом отмечен, чтобы это рассказывать. Я против того, что когда люди выступают на трибуны, идут в депутаты, ради Бога, хотят пусть и тут. Нет. У нас есть своя трибуна. У нас есть свой момент высказаться и собой показать, что нас не удовлетворяет. И люди, которые стоят у власти, которые могут исправить это, они должны к этому прислушиваться. Если они хотят знать, чем живет общество и чем живет народ, надо прислушиваться к художникам, к артистам, к писателям. Понимаете? Поэтому человек выражает боль. Искусство начинается с момента боли. А когда говорят, вот вы не имеете права, государство вас содержит, государство затем и должно содержать. Вот тут еще недавно слышал одного деятеля. Он говорит, ну вот если не будет там этих, 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 так сказать, не будет шахтеров, не будет. Жизнь остановится. А если не будет этих, ничего страшного не произойдет. Ужасно хотелось спросить его, а зачем тогда такая жизнь, если не будет этих? Можно отгородиться мира ракетами, забор поставить по периметру всей страны. Но если там нечего будет охранять в этой стране, то этот забор не нужен. И страна не нужна. Понимаете? Мне кажется, что величайшая русская культура, она достойна того, чтобы воспитывать и чтобы ее охраняли. Тут можно спорить, не спорить. Я вырос в Орловской области. Орловская губерния. Это губерния, которая дала миру половину русской литературы. Причем высочайшего качества. Я недавно, вот этим летом, поехал в Орел. И у меня там был концерт с Паской Лутовиной. Это родовое поместье Тургенева. Тургенева, да. Да. Концерт был на улице. А я читал вещи такие, в общем, интимные. Я был потрясен, как они это слушали и воспринимали. Просто замечательно. И я такой был, ну, как бы вам сказать, получил такое удовлетворение от того, что это огромная площадь. Ну, там эстрада. И там люди ходят, они живут своей жизнью. А тут полный сидят, зал. А все это раздается на весь. И собрать это все было безумно трудно. Но они собрались, они хотели этого. Вообще, я считаю, что театр – это, конечно, два самых важных компонента в театре. Это артист и зритель. Зритель – это мой партнер. Понимаете? Мы делаем спектакль вместе. Вот даже я всегда говорю, что можно собрать зрителей, тех же зрителей, тех же артистов, тот же спектакль поставить, но на другой день. Вот представить себе такую ситуацию. Другой спектакль. Это будет другой спектакль, потому что прошли сутки жизни. В этом сила театра. В этом его бессмертие. Поэтому потом театр объединяет. Меня, вот знаете, сейчас не пускают полный зал. И ты приходишь как-то удивлен. Как так? Они сидят, но они все равно сидят. 70 процентов. 70 пришли. Люди все-таки хотят объединения. Объединения. Обожаю сейчас ездить на концерты. Больше даже, чем сниматься. Потому что, опять же, публика. И что меня совершенно поражает. Я когда начинал читать, Сергей Юрьевич Юрский мне сказал. Мы делали программу с Олей Кабо для филомонического этого зала. На Маяковке, который... Зал Чайковского, это филомонически большой. Там 1532 места. Это я точно знаю. Он сказал, если к тебе придет ползала, считай, что это аншлаг. Так тогда, в общем, интересовало. И так и было. Даже пришло чуть больше ползала. Он сказал, ну вот это очень хорошо. К нему-то всегда приходил полный зал. Он был великий чтец. Вот. А потом, вот сейчас, я приезжаю, особенно за Урал, если зал битком. Битком. И читаю это я Бунина, Пушкина. Я тут даже в больнице лежал, нянечкам читал Пушкина. В реанимации. Потом врачи запретили. Сказали, что у меня падает струрация, когда я читаю. Потому что голоса еще не было, но я все равно читал. А больницы-то все с чем в связи? Ковид, ковид. Модная болезнь. Модная. Модная, страшная. Не привелись? А? Вовремя прививку не сделали? Дело все в том, что я не от того, что я такой, в общем, законопослушный. Просто профессия. Я всегда прививаюсь от гриппа, потому что это единственный инструмент, которым я работаю. И не только я. Понимаете, меня нет, мои спектакли отменяются. Я подвожу товарищей, театр. Поэтому я прививаюсь. Я прививаюсь от пневмокока, там все это. А тогда это было... Я заболел в декабре прошлого года. Очень хорошо это помню. 13-го числа. В декабре 2020 года? Да. В декабре 2020 года. Тогда почему-то, я не знаю, прививку от ковида людям до 65 лет не разрешали делать. Потом опомнились и стали делать, наоборот, именно старшему поколению. А я, когда пошел, говорит, нет, мы не можем. Причем у меня там знакомые врачи. Я говорю, давайте... Почему-то, правда, Жириновский уверял, что он привился, а он мой ровесник, чуть моложе. Но у него есть возможности. Но у него, да, он Жириновский. И я заболел. Причем заболел, казалось, там ерунда. Мне сначала сказали, единица, там у тебя вся эта чепуха. Единица, в смысле... Единица, это поражение 25%. Да. Окончивалось это за 80. Видите, 12 дней реанимации. В коммунарки вы? А? В коммунарке лежали? Да, в коммунарке были. Вот когда попал сейчас Валера в коммунарку... Гаркалин. Гаркалин. Да. Почему-то я думал, что он выберется. Хотя я знал все его проблемы. А проблемы какие? Ну, у него с сердцем было очень плохо. Но это было связано с алкоголем, со словопотреблением? Не знаю, с чем это было связано. Я знаю, что у него сердце два раза останавливалось. До того года? До этой истории? Да, до того. У него сердце остановилось. Он на сцене потерял, в общем, сознание. Уполз со сцены, как рассказывает Таня. И во время операции у него остановилось сердце. Мы потом с ним встретились уже, как бы, ну, в смысле, вот после этих дел он уже, как бы, пришел в себя. Умерла Катя. Это его жена. Да. Которую он, ну, как бы он сказать, вот она его несла на руках. И мы встретились в театре Моссовета. По какому-то поводу мы давали интервью. Он, потом я, по поводу чей-то юбилей был, не помню. Потом мы вышли, и так обрадовались, он говорит, он взял так меня за руку, говорит, давай пройдемся, ты в театр, а я шел в ТЮС. Я говорю, давай, давай. И идем с ним было замечательно общаться. Он так слушал. И потом у него этот смех был. Он все время так взрывался, смех этот всегда неожиданно. И я говорю, ну, как ты себя чувствуешь? В общем. И он так, наверное, посмотрел. Потом так рукой махнул. Засмеялся. Говорит, идем. 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 И мы пошли дальше. Я понял, что, в общем... Не очень хорошо. Да. Ну, не то, что не очень хорошо. Он потом очень многим говорил, что, не дай бог, у меня ковид, я не перенесу. Это мерзость составляет отпечатки на всем. На сердце. Вот я уже почти год прошел. Ну, я уже играю в спектакль. Все. Все равно я должен каждый день ходить. Потому что мышечная масса ушла совершенно. Я с этим палком... Вот я всегда смеялся над теми... Над этой скандинавской ходьбой. А теперь сейчас говорю, ребята, это волшебная вещь. Я только благодаря ей начал двигаться по-настоящему. Вы очень любите вспоминать Шукшина, что у него инфарктов было больше, чем... Больше, чем фильмов. Чем фильмов, да. Что у него семь зарубок там. Ну, а разве обязательно художнику все пропускать через себя? Разве человек не может абстрагироваться? И как живописец рисовать полотно не кровью, условно говоря, и не жидкостями? Разве это непременные условия? Тут два подхода. Для меня непременные. Для меня непременные. Кто-то может, так сказать, ну, как бы, чтобы... Вот мне... Я рассказывал это один раз. Я прочел сценарий, должен был там сниматься. И потом, как член жюри, смотрел фильм на фестивале. Фильм неплохой, но только в конце героя режиссер взял и убил. А сценария этого не было. Я говорю, зачем ты его убил? Он говорит, жесть, правда? Здорово, жесть, правда? Я понял, что ему не больно. Вот тут я и вспомнил Шукшина. Должно быть больно. В этом весь фокус, понимаете? Ну, как вам сказать, идти в это как в прогулку? Да можно, конечно. Сейчас ведь... Ой, я тут недавно попал в компанию совсем молодых людей. Они меня взяли как звезду. Ну, там команды состязаются в юморе. А я еще после ковида, еще и с памятью, и, в общем, не быстро реагирую на что-то не так смешно. Хотя они все время смеялись. Но я вдруг понял, что я чего-то не знаю. Чего-то не знаю. Даже разговор. Это я уже давно понял. Когда они там в тексте мне говорят, Карл. Я говорю, и что, Карл? Говорят, ну как? Ну, сейчас все так говорят. Я говорю, а что это значит, Карл? Я там первый раз понял, что такое сорян. Сори, да? Да, да, что это сори. Ну, в общем, очень много таких вещей. Я думаю, да, в год поболело, а уже столько не знаю. Жизнь не стоит. А жизнь так ушла далеко вперед. Вы понимаете, это жизнь молодых. Это всегда был конфликт поколений. Даже не обязательно острый конфликт, но он всегда присутствовал. Я каждый раз, когда мне говорят, ну, знаешь, так раньше. Все-таки так раньше не было. Так раньше не было. Я всегда вспоминаю в пьесе Лермонтова «Маскерат». Там есть, когда Нина отравилась, и там идет момент, ее вспоминает, и стоит старая княгиня и ее племянница. И там текст такой есть. «Не правда ли, тетушка, что древле все было лучше и дешевле?» Я думаю, боже мой, тут ничего не поделаешь. Это всегда. То, что было, было лучше. Ведь мы живем, как это ни странно, мы живем прошлым. То, что мы прожили. Время так быстро летит. Мы, к великому сожалению, вот так устроен человеческий характер. Мы толкаем жизнь, мы ее торопим. Мы, ну как, вот, ну сейчас, слава богу, так меньше об этом. Но все равно, вот я знаю, что, допустим, у меня зарплата второго и семнадцатого. Я получаю и думаю, боже мой, еще целая неделя до семнадцатого. Господи, может, как долго. Или какое-то событие приятное предстоит. Я думаю, десять дней ждать еще. Черт подери, быстрее бы эти десять дней прошли. И потом встречаешь человека и говоришь, а сколько мы не виделись? А он говорит, лет тридцать. Как вчера. Вот мне семьдесят шесть лет. Есть вещи, которые мне казалось, что это произошло, ну, совсем недавно. Совсем недавно. Это однажды, у меня есть такой тост. Друзья любят, чтобы я его произносил. Мне однажды, когда я был совсем молодым человеком, и там получил премию на молодежном смотре, еще в Ленинграде, и мне в газете сменил, брали интервью и спросили, ваше представление о счастье. Я сказал, счастье, человек, я был тогда амбициозный, начинающий, мне казалось, что все у меня под силу. Я сказал, это ощущение перспективы. Вот я знаю, сегодня мне хорошо, а завтра будет еще лучше. И вот это ощущение, что завтра будет еще лучше, это и есть счастье. В принципе, это, наверное, нормально, но, ожидая это завтра, я так много пропустил сегодня. Поэтому каждый раз, когда мы собираемся, я говорю, давайте за сегодняшний день, который уйдет из нашей жизни, никогда к нам уже не вернется. Но, слава богу, что у нас есть возможность, что выпить, чем закусить, посмотреть в глаза друг к другу и сказать, что мы друг друга любим. Нам надо больше останавливаться. Вы знаете, я вас просто перебью, если мы продолжим этот разговор. После того, как вы нашей золотой рыбке что-нибудь попросите у нее. У нас такая традиция, что гость золотую рыбку просит, чтобы она что-то осуществила. И после этого мы продолжим разговор с того места, как я вас... А как, я должен так громко попросить? Ну, прямо, да, ее зовут дядя Володя, прямо сказать, дядя Володя, чтоб что-то сделал. Ой, дядя Володя, дай мне возможности сделать то, что я хочу, и пусть мне хватит сил на это. Он согласен. Смотри-ка. Верю. Верю, да. Он согласен. Дал знак. Пусть так и будет. Спасибо, боже мой. Вам спасибо за беседу, Варь, и мы проложим разговор, когда уйдем из студии. Вы знаете, мне кажется, что, конечно, поколениям очень сложно вступать в коммуникацию. Ну, вот, не может никакой подросток даже понять ваш рассказ про то, как вы первый раз попробовали пирожные. Наверное, наверное. Просто представьте, что сколько, в 10-10 лет? Да, в 10 лет. На 10 лет мне подарили пирожные. Вот, это же просто звучит как фэнтези для современного подростка. Я никогда не забуду это, как у меня провалились губы в эту нежную сладость, понимаете. Я вообще был потрясен. Никогда не забуду. Нет, есть много вещей, которые я видел в первый раз. Что там? Я видел, как загорается лампочка. Мой дед боялся включать электричество. Да, он был потрясающий мастер, там, делать руками, плотник, все. Все говорил, давайте ночью печки класс. Я говорю, да зачем, дед, что-то сейчас, тут котлы, сейчас все это, зачем печки? Идиот. А сейчас бы я с удовольствием клал печки. Вот, все, что, столярничество, все это мне, как бы, от него досталось. А это я не понимаю. А что значит досталось, что вы? Вы можете что-то руками сделать? Конечно, я руками делаю все. Табуретчику? Табуретчику я делаю. Что вы? Я помню, когда я получил первую квартиру, я ее всю отделал по французской картинке, которая мне принесла жена, сказала, вот я хочу такой шкаф и такую полку. Первое, что я построил, даже не баню на участке, а мастерскую. У меня завал инструментов, жена говорит, чтобы я не заходил в инструменты. А сейчас, сейчас же инструменты есть прекрасные, правда, очень дорогие, есть очень дорогие. Есть стамески, которые стоят от трех до пяти тысяч. И она всегда говорит, не заходи. Во-первых, в тебе живет врожденная нищета, и ты все время хочешь доказать, что ты можешь купить все, что хочешь. А потом, говорит, у тебя уже все есть, и правда все есть. А хоть раз вот эти навыки ваши в непосредственном работе в ремесле пригодились? Как? Конечно, вот я же играю гробовщика. Я же строгаю там, я там все это... Ой, один раз было очень забавно. Я снимался в фильме «Вишневый омут» давно у Лени Головни. И там был кадр. Михаил Харламов строит «Латину». «Латину» строит. Мы приехали на съемки, а там ничего не готово. Художник говорит, да мы не успеваем это, ничего. Тут начался крик, как всегда в кино. Головня кричит свое, Алик кричит свое. Значит, директор оправдывается все это. Ну, а что нам делать? Он говорит, план летит, мы все это, все... Я говорю, что вы кричите? Я говорю, что мы должны делать? «Плотину ты тут должен строить в кадре». Я говорю, так давайте строить. Я ее к вечеру построил. А в этом... Это очень смешно. Ильдар Александрович, спокойно, Рязанов. Ему очень нравился спектакль «Скрипка Ротшильда». Он говорит, я играю в «Гробовщика». И он говорил, что я ему должен платить за рекламу. Я говорю, почему? Я куда не прихожу, спрашиваю. Видели скрипка Ротшильда с барьером? Если говорят, не видели, я им говорю, что они не видели ничего. И вот, в последнее время, вдруг звонок по студии. Я говорю, с вами хочет говорить Ильдар Александрович. Я говорю, здравствуйте, Ильдар Александрович. Приезжай на студию. Я говорю, ну а по телефону... Нет, приезжай на студию. Но я приехал на студию. Он говорит, у меня к тебе есть просьба. Только ты, пожалуйста, пойми правильно. Это не потому, что ты замечательно играешь «Гробовщика». Это не потому, что ты играешь в «Скрипку Ротшильда». Я говорю, ну хорошо, какая просьба? Ты можешь сыграть «Гробовщика» у меня? И вот в фильме «Жизнь без любви» про Андерсона я там играю «Гробовщика». Там небольшая роль, но самое замечательное там то, что он там тоже играет. Он играет хозяина этой мастерской. А я плотник «Гробовщика», который делает гроб для Андерсона. Там была задача, Андерсон просил похоронить его, Ганс Христиан. Он просил сделать дырочку в крышке гроба, чтобы он лежал и видел, кто пришел к его. И вот я там все время примеряюсь, где должна быть эта дырка, чтобы он все видел. Это было замечательно, скажу я про наш с вами разговор. Огромное вам спасибо. Спасибо.